Добрый день! С вами Удовина Наташа и канал творческой студии Таир. Сегодня я хочу показать вам декор бутылки виски в морском стиле. Я старалась создать сдержанный, подчеркнуто мужской подарок. В качестве объемного рисунка был выбран пейзаж с маяком и скалистым побережьем. У меня есть бутылка виски в красивой подарочной тубе. Фронтальная этикетка имеет форму ромба, а бутылка в этом месте имеет вот такой интересный выступ. Мне очень не хочется его скрывать, поэтому поступлю наоборот. Впишу свою композицию в такой же уголок по центру. Также мне хочется подержать рисунок на коробке, водную тематику. Я набросала небольшой эскиз «Маяк на скале, море, кораблик и чайки» и сразу вырезала под нужный размер. Снимаю этикетки без замачивания. Они неплохо отдираются. Следы клея, как всегда, убираю скипидаром. Затем обезжириваю жидкостью для мытья стекол. Чтобы нижняя часть декора не откололась, делаю снизу небольшой отступ. Заклеиваю это место бумажным скотчем. От границы верхней выемки тоже делаю небольшой отступ. Грубой рельефной пастой делаю слой-подложку для будущего рисунка. Я уже делала так в имитации чеканки в одном из своих МК. Но в этот раз буду рисовать свободной технике, нанося рельефный рисунок из тубы. Здесь довольно толстый слой пасты и лучше дать ему хорошенько просохнуть. Естественным путем около суток. Снимаю бумажный скотч и оставляю сушиться подложку. После высыхания пасты шлифую ее. Сперва работаю грубой наждачкой с маркировкой 80. Затем перехожу на мелкозернистую с маркировкой 220. Получается очень гладкая поверхность. Края получившейся подложки тоже шлифую, делая более округлыми. В моем случае очень важно не поцарапать поверхность бутылки, потому что она довольно матовая. С помощью копирки перевожу рисунок на подложку. Далее набираю в тюбик тонкую рельефную пасту и начинаю прорабатывать рисунок. Вперва я ввожу контур элемента, а затем заполняя его. Рядаю, выдавливая пасту из тюбика. После того, как верхний слой немного схватится, влажной кистью сглаживаю рельеф. Оставляю пустые окошки в маяке. Такой перепад очень важен для следующего шага – патинирование акрилом в отделении рельефных частей. Смотрите, с бокового ракурса этот перепад высот более заметен. Видите, верхняя часть маяка и крыша домика больше выделяются, чем основная высокая часть маяка. Таким же способом делаю скалу, море, кораблик и деревья. Субтитры создавал DimaTorzok Сушу пасту несколько часов. Время высыхания зависит от толщины получившихся элементов. Затем с помощью акрилового контура добавляю совсем мелкие, тонкие детали – флаг, решеточки и чаек. Цвет контура здесь не принципиален. Все равно сверху все будет окрашено. Как видите, этим способом можно создавать интересные фактурные изображения. Мой рисунок – всего лишь пример. Я подобрала в интернете несколько картинок, которые, как мне кажется, будут хорошо смотреться в такого рода объемном декоре. Развивающиеся гривы коней, птицы и перья, колосья на лугу, разные ботанические мотивы. А для вдохновения также можно посмотреть фотографию барельеф на самой разной тематике. Снова обклеиваю границу малярным скотчем. Набираю на губку черный грунт. Хорошенько прокрашиваю в два слоя, чтобы скрыть белый цвет. Сушу минут 10-15. Затем беру цвет марганцевая голубая. И начинаю с сухой кистью обрабатывать всю подложку, задавая тон близкий цвету крышки. Мне нужен такой бирюзовый металлик. Марганцевая голубая не очень укрывистый пигмент. Наношу краску с сухой кистью в два слоя. Затем беру металлик деколор, цвет лагуна. И придаю рисунку металлический блеск. И финальным этапом добавляю блики на самой рельефной части, используя серебро. Снимаю бумажный скотч и тонкой кистью дорабатываю торцевую часть рисунка. Закрашиваю остатки белого. На горлышко бутылки мне хочется повесить старую цепочку, чтобы поддержать морское настроение. У меня есть только такая, бронзовая. Чтобы она не выбивалась по цвету, я пачку ее черным цветом. Ну что ж, бутылка готова. Получился отличный мужской подарок. Сдержанная гамма, неяркий блеск и романтичная морская тематика. Надеюсь, что эта техника вдохновит вас на собственные эксперименты. Напоминаю, что все материалы можно приобрести по ссылке в описании. Ставьте лайк, если вам понравилось. И подписывайтесь на наш канал. А чтобы не пропустить новые видео, не забывайте нажимать на колокольчик. Творите с удовольствием и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok